добрый день прошу поставить плюсы в чат если меня видно и слышно доброе утро уважаемые коллеги присоединяемся к нашему вебинару тема нашего вебинара сегодня органа грудной клетки от а до я в данной тематике мы с вами сегодня в основном рассмотрим это органы дыхания легкие посмотрим все рентгенологические методы которые существуют в те которые сейчас применяются те которые уже немножко забыты рассмотрим с вами классификацию рассмотрим с вами также рентген анатомия и принципы работы некоторых аппаратов как это все дело будет выглядеть соответственно какие у нас есть рекомендации показания какие у нас есть противопоказания к различным рентгенологическим методам исследования и отдельно немножко пробежимся к по альтернативным методам исследования поэтому устраивайтесь поудобнее наливайте чашечку кофе себе и будем с вами слушать данную тему значит значение классификация многих заболеваний в основном органов грудной клетки у нас основаны на рентгенологических данных то есть соответственно воспалительные заболевания пневмонии инфекционные заболевания туберкулез онкология и грибковые поражения легких которые мы с вами лучевые методы исследования именно большинство рентгенологические методы исследования входят стандарты оказания медицинской помощи большинства заболеваний органов дыхания то есть она малярозития пневмонии опять же онкология рентгенография именно рентгенография органов грудной клетки составляет 80 процентов рентгенологических исследований но с данной ситуации которая сейчас происходит с обострением воспалительных заболеваний соответственно доли этих исследований все-таки намного больше все мы с вами вот особенно кто работает из лаборантов в стационарах знают этот приказ который всем при поступлении пациентам делается органы грудной клетки вне зависимости делом флюорографии недавно я делал какую-то рентгенографию если у него нет с собой подтвержденных данных то в условиях стационара обязательно проводится рентгенологическое исследование именно в рентгенографии органов грудной клетки какие у нас существуют показания непосредственно исследованием органов грудной клетки ну соответственно кашель выделение мокроты кровохарканье одышка повышение температуры тела боли в области грудной клетки чаще всего бывает как бы при кашле боли за грудиной поэтому как бы рекомендуется сделать все-таки органы грудной клетки то что касается клинических данных там притупление перкуторного легочного звука ослабление дыхания хрипы патологические шумы соответственно врачи-клиницисты на основании этих данных тоже назначают у нас исследования рентгенографии органов грудной клетки соответственно данные лабораторных инструментальных исследований то есть повышение ликоцитоза сои тоже в первую очередь у нас исследуется как бы органы грудной клетки соответственно с другой симптоматикой давайте посмотрим какие у нас существуют методы диагностики у нас есть рентгенологические методы диагностики флюорография рентгенография рентгеноскопия линейная томография компьютерная томография бронхография ангиопульмонография диагностический пневмоторокс и рентгенопневмополиграфия также у нас существуют нерентгенологические методы исследования но относят относящиеся к лучевым методам диагностики соответственно это радионглиидные методы то есть когда вводятся радиофарм препараты и пациенту проводится сканирование узи на узи тоже очень хорошо видно воспалительные процессы легочной ткани не все владеют этой методикой как бы но связи с сложившейся ситуации с пандемией начали использовать ультразвук и в принципе как бы врачи ультразвуковой диагностики набивают руку набивают зрение свое то есть они уже начинают различать патологические ткани именно со стороны легких как бы и мрт кто-то мне скажет что мрт не эффективны в этом отношении по поводу легких потому что все-таки воздух у нас не магнитная среда не намагничивается поэтому как бы с одной стороны не видно но с другой стороны периферические образования воспалительные то есть когда участки воспаления происходят у нас ткань насыщается жидкостью и за счет этого можно получить изображение на мрт опять же образование легких те которые прикорневые образования рядом находящиеся со средостением тоже очень хорошо видно на мрт поэтому в принципе как альтернативный метод диагностики он имеет право на существование может быть изображение настолько хорошая допустим как на рентгене и на кт но во всяком случае диагностическую какую-то роль это изображение у нас с вами будет влиять давайте на слайдах немножко посмотрим какие вообще существуют рентгенологические методы именно то есть далее мы с вами будем в основном разговаривать о рентгенологических методов но наша классическая рентгенография пульмонография которая проводится с применением контрастных препаратов бронхографии перфузионная стентиграфия рентгенополиографии и кт непосредственно рентгенанатомия значит то что касается рентгенанатомия мы с вами как бы посмотрим все что у нас с вами попадает на изображение в принципе как бы все должно быть описано в заключении доктора поэтому в зависимости от того как вы сделаете исследование доктор либо увидит либо не увидит ту либо иную патологию опять же должна у нас с вами быть задачи какая цель исследования мы преследуем либо мы с вами смотрим именно органы дыхания это у нас одни режимы будут на рентгенографии если мы с вами смотрим костную структуру соответственно снимчик должен быть немножко пожестче соответственно параметры для исследования у нас с вами будут другие значит соответственно у нас с вами есть грудная клеточка куда входят костные структуры ребра груди на позвонки дыхательные мышцы мягкие ткани органы средостения так называемая срединная тень плевра плевральная полость реберно-дефрагмальные синусы кровеносные сосуды лимфатическая система и диафрагма в основном изображение рентгенологическое именно классического рентгена мы с вами все-таки видим изображение за счет сосудов потому что на рентгене саму легочную ткань в этом отношении разглядеть довольно проблематично не всегда бывает информативно поэтому когда у нас идет сгущение усиление сосудистых рисунков это уже может судить о начале воспаления а когда уже происходит непосредственно воспаление за счет того что у нас инфильтрируется легочная ткань мы тогда с вами более четко будем видеть именно легочную ткань на рентгенологическом изображении значит что касается дыхательным органам дыхания соответственно легким у нас с вами также верхние дыхательные пути к ним относятся у нас полость носа носоглотка и гортань значит соответственно на рентгенографии органов грудной клетки полость носа и носоглотку мы с вами не видим но часть гортани и трахея мы с вами видим хорошо то есть она у нас попадает именно в зону исследования также мы с вами видим трахея бронхи бронхиальное древо соответственно паренхему легочной ткани в зависимости от того какое мы с вами делаем исследование на коты очень хорошо видна легочная ткань сосудистую систему легочный рисунок корни легких и интрасоциальную промежуточную ткань соответственно давайте немножко с вами теперь перейдем именно как бы кто и рентгенатоме что мы с вами в принципе как бы должны нормально видеть на изображении в зависимости от того какое исследование мы с вами как бы делаем трахея главные бронхи соответственно когда мы с вами делаем классическую рентгенологию часть трахеи грубо говоря от перстевидного креща она у нас с вами попадает в зону исследования соответственно мы видим с вами в главных бронхи при бифрукации и дальше у нас идет с вами долевые бронхи значит долевые бронхи мы с вами Будем хорошо видеть на компьютерной Коммографии Но при хорошем качестве Изображения рентгенологическом То есть именно на классическом рентгене Трахею и главной бронхи Бифуркацию мы с вами видим очень хорошо Соответственно Что мы еще должны Различать с вами На Непосредственно На рентгенограммах Легочные поля Легочные поля То есть участок рентгенологического изображения С изображением непосредственно легких Соответственно у нас Легочные поля тоже С вами будут различаться По месту их положения Потому что это Ориентиры по которым доктор у нас будет проводить Соответственно Заключения И в заключении непосредственно будут писать Участки где у нас идет патология Со стороны легких Непосредственно То есть у нас с вами есть правое И левое Легочное поле И соответственно Есть три зоны Верхняя, средняя И нижняя Также у нас с вами есть Медиальные, латеральные части И соответственно Верхушки Легких Где очень часто Любит селиться Туберкулез Соответственно У нас с вами Помимо Легочных полей Четко должны быть На рентгенограмме Видны В зависимости Опять же Какое исследование Мы с вами проводим Либо это Направлено на Костную какую-то Патологию Чаще всего Бывает при травмах Перелома ребер Либо у нас Это направлено На патологию Со стороны Легких Чаще всего Но мы с вами Сравно на изображении Даже если мы с вами Легкие Делаем Мы все равно Костную структуру С вами видим Очень хорошо Единственное Что мы с вами Очень плохо Так скажем Видим Это в прямой Проекции груди Потому что у нас С вами накладывается Тень сердца Соответственно Ее будет видно Хуже Вдобавок Сему у нас С вами идет Сумация теней От позвоночника Но позвонки Некоторые Особенно верхние Грудные позвонки Мы в принципе На изображении Очень хорошо видим Вообще считается Хороший Выполненный снимок Органов грудной клетки Когда верхние Четыре позвонка Видны Очень хорошо На рентгенограмме Соответственно Мы также с вами Видим Ключицу Ребра Непосредственно На боковой проекции Мы с вами Видим Неплохо Особенно Когда мы Просто делаем Режим На легкие Грудные позвонки Соответственно И также Мы с вами На изображении Видим Купол диафрагмы Обычно В норме Купол диафрагмы С правой стороны У нас с вами Немножко выше Чем с левой стороны За счет того Что печень Поджимает Купол диафрагмы Она поэтому На изображении У нас с вами Будет Именно Повыше Видно Также Мы с вами Должны На изображении Четко Хорошо Видеть Косно-диафрагмальные Синусы Их Четыре В принципе Как бы Области Соответственно Это Реберно-диафрагмальный Синус Который у нас Самый Глубокий Особенно Когда На боковой проекции Он у нас Уходит Прямо вниз И Если наличие Жидкости Какой-то Патологии Даже Небольшое Количество Жидкости Выпад То у нас Как раз Реберно-диафрагмальный Синус Будет в этом Отношении Ориентиром И так далее Значит Также у нас С вами Диафрагмальный Медистинальный Синус Реберно-медистинальный Синус Который Видно Хорошо В принципе Больше Боковой проекции И позвоночный Медистинальный Синус Который Тоже Видно Очень Хорошо В боковой Проекции Это нам Тоже Будет Очень Хорошо Диагностически Показывать Если Наличие Плебрита По Своей Структуре Легкие У нас Отличаются Левые От права Соответственно В левом Легком У нас С вами Две Доли Верхняя Доля И Нижняя Доля В правом Легком У нас С вами Три Доли Помимо Верхней И нижней Доли У нас С вами Появляется Средняя Доля Соответственно Когда у нас Бывают Воспалительные Процессы Доктора Для ориентира Нужно При описании Знать Какая У него Пневмония Верхняя Долевая Нижняя Долевая Помимо Этого Доля Доли У нас Делится На Сегменты Соответственно Поэтому При описании Доктор Будет Описывать Если Это У нас Один Участочек Какой-то Поражен То есть Один Сегмент Какой-то Он Будет Просто Писать Допустим Верхняя Долевая Внимание Если У нас Несколько Или Множество Сегментов Будет Поражено Воспалительным Процессом Соответственно Доктор На нас Будет Писать Полисегментарное Пневмония Рентген Лаборант Должен Это знать Потому что Чаще всего При выдаче Заключений Доктора У нас С вами Рядом Нет И Пациенты Наши Любимые Иногда Интересуются А что У меня Там Такое А что У меня Там Такое Поэтому В принципе Вы Грамотно Должны Пациенту Сказать То есть Дать Расшифровку Заключения Которое Написал Доктор Потому что Доктор Пишет заключение Не для Пациента Он Пишет заключение Для другого Клинического Доктора Чаще всего Это у нас Бывает Для терапевта Соответственно Чтобы терапевт Знал Какая область Поражена Где Какое Идет Воспаление Поэтому Грамотно Назначил Ему Лечение Поэтому Пациенты Когда Читают Заключение Они Не всегда Понимают Поэтому Вы должны На Обычном Ботовом Языке Пациенту Донести Информацию Соответственно Поэтому От того Как вы Сделаете Исследование Увидит Доктор Ту Иную Патологию Зависит В дальнейшем В прямом смысле Жизнь Пациента Потому что Если пропустить Какую-то Патологию Особенно Это касается На компьютерной Томографии Особенно Онкологический Процесс Какой-нибудь То Соответственно Есть Прямая Угроза Жизни Или Допустим Если На КТ мы С вами Делаем Тромбоэмболию Контрастируем То есть Смотрим На Теллу И Не увидели Или Не докрасили И доктор Соответственно Не увидел Эти тромбы Которые у нас Прожены Соответственно Это будет Инфаркт Чаще всего Потому что Если по укладкам Бывает редко Как бы Ошибки То По Техническим Параметрам Соответственно Довольки Очень часто Встречаются Сейчас Современные Аппараты Они более Совершенные Особенно Цифровые Аппараты Которые идут С цифровой Обработкой Изображения Там Можно Поиграть Контрастностью И Вывести Именно То Качество Изображения Которые Как бы Необходимы Но Если Через данную Область У нас С вами Прошло Меньшее Количество Рентгеновского Излучения То Соответственно Мы просто Не пробили Эту область И на изображение Она у нас Не будет Даже на цифровом Большинство Аппаратов Которые Сейчас Ставятся Современные Аппараты Они все-таки Имеют Автоматические Настройки Не Пренебергайте Работайте На автоматических Настройках Только Единственное Будьте Внимательно Особенно Когда Вы Выставляете Режим И там Будет Стоять Ребенок Либо Взрослый Человек Смотрите Комплекцию Не забываем Вот эти Параметры Выбирать Соответственно Если мы С вами Не добьем Верхушку Легких То Соответственно Доктор Не увидит Патологию Легких К примеру Туберкулез То Что касается Близко Участков Которые Располагаются К ребрам И Грудине Соответственно В этих местах Очень часто Бывают Косно-метастатические Какие-то Образования Либо Мелкие Образования Онкологические Которые Могут Идти Непосредственно Из кости В плевральную Полость И если мы Не добили Это изображение Соответственно Мы тоже Не увидим Соответственно Онкология Может быть Пропущена То что Касается Диафрагмальных Синусов Соответственно Часто Очень бывает У нас Особенно Худые Пациенты Но высокие У них Легкие Очень Длинные И не всегда Они у нас Бывают с вами Влезают В размер Кассеты Соответственно То в этом Случае Если вы Допустим Синусы Подрезали Не поленитесь Доснять их Отдельно Потому что Эта патология Если будет Пропущена Тоже Влияет На Последующем На лечение И на жизнь Пациента Значит То что Касается Областью За сердцем Тоже Нужно Выводить Соответственно Когда мы Делаем С вами Органы Грудной Клетки Когда приходит Пациент На рентгенографию Мы всегда С вами Снимаем Прямую Проекцию И Левый Бок Что бы Врачи Не говорили Сними мне Правой Если Патология Когда требуют Непосредственно Непосредственно Снимается Прямая И Левый Бок Непосредственно Значит Давайте С вами Рассмотрим Непосредственно Алгоритмы Диагностики Которые У нас С вами Должны Проходить Соответственно При поступлении Врач Клиницист Первую Участь Со стороны Органов Дыхания Всегда Делается Рентгенография Органов Крудной Клетки Далее Пациенту На уровне Приемного Покоя Амбулаторного Звена Поликлиники Клиника Лабораторная Данные Соответственно Если есть Подозрение Воспаление То Общий Анализ Крови Биохимия Сои Общий Анализ Крови Ликоциты Соин Биохимия Уже По усмотрению Врача Клинициста Непосредственно Делается Дальше Доктор Должен Определить Характер Течения Острое Хроническое Если на рентгенограмме У нас видна Какая-то Патология То могут Однозначить Дополнительные Методы Диагностики Соответственно В зависимости От того Какая у нас Может быть Патология И Далее Динамика То есть Контрольное Исследование Положительное Отрицательное На рентгенограмме Легочные Изменения Воспалительные Они быстро Не проходят Поэтому Особенно Кто работает На компьютерной Томографии В стационаре Будьте Внимательны Смотрите Что пишут Ваши доктора Непосредственно Особенно Это когда Касаются Условия Реанимации То есть Доктор В заключении Значит Должен Написать Динамика Положительная Либо Динамика Отрицательная Контроль Через Определенный Промежуток Времени На КТ Это обычно Контроль При пневмонии У нас идет Четвертый Пятый день На Классическом Рентгене Контроль У нас идет Через 10-12 дней Если Этой Записи Не будет То К сожалению Врачи Клиницисты Особенно Реаниматологи Они каждый Час Будут Подбирать Антибиотики И каждый Час К вам Будут Приводить Пациента На исследования Соответственно К хорошему Это не приведет Потому что Это идет Переоблучение Пациента Соответственно Несмотря То Что Как бы Показания Да У пациента Есть Но В этом отношении Нужно Как бы Следить Рентгенологическая Картина На КТ Виняется На Третий Четвертый День На Рентгене Это Немножко Позже Получается Поэтому 10-12 День Для Классической Пневмонии Это Хорошо Если Нет Ухудшения Состояния Пациента Что У нас Может Быть Из-за Ухудшения В принципе Отек Установка Дыхания И так далее Давайте Теперь Рассмотрим С вами Рентгенологические Методы Исследования Самое Первое Всегда Это у нас Флюорография Что я Хочу Сказать По поводу Флюорографии Флюорография Это у нас С вами Не диагностический Метод Исследования Это у нас С вами Скрининговый Метод Исследования То есть В чем Различие Скрининг Это когда Исследование Направлено На одну Определенную Какую-то Патологию На массовую Диагностика Соответственно Непосредственно Направлено На определенные Заболевания То есть В данном случае Массовое Обследование На флюорографии У нас Основная Цель и задача Это Тоберкулез Соответственно Метод Флюорографии Был Разработан Очень давно То есть Практически С момента Открытия Рентгеновских Лучей Раньше Флюорография У нас С вами Была Пленочная Соответственно Кто Давно Уже Работает Еще Может быть Застал Когда Были На флюорографов Не как На рентгене Кассеты Были Такие Специальные Бобины С Фотопленкой Соответственно На эту Бобину Уходило У нас Порядка Сорока Исследований После этого Рентген Лаборант Уходил В фотолабораторию Проявлял Эту пленочку Соответственно Резал Потом ее На На Кадры И Отдавал Врачу И врач На специальном Мегатоскопе Который С увеличением Был Рассматривал Эти Рентгенограммы Соответственно Метод у нас В качестве Скрининга Очень хороший Но в качестве Диагностики Разрешение Изображения Все-таки У нас Ниже Поэтому В качестве Обследования На онкологию На воспалительные Заболевания Особенно Островоспалительное Внимание Мы просто Не увидим Что касается Вяло Текущего Процесса Со стороны Туберкулеза Его Очень хорошо Видно Соответственно Особенно Когда у нас С вами Кальцинаты Кальцинированная Такая дорожка Появляется На изображении В верхушках Легких Соответственно Как же работает Флюорограф Непосредственно Флюорограф И у нас Есть с вами Рентгеновская Трубка Непосредственно Которая Испускает У нас Первичный Пучок Ионизирующего Излучения Который Пройдя через Тело Пациента Попадает У нас На Флюоресцентный Экрат Который Покрыт У нас Специальными Составами Люминофорами Соответственно При Попадании Рентгеновское Излучение На эти Люминофоры У нас Вызывается Свечение С другой Стороны У нас С вами Экрана Стоит Фотокамера Которая Фиксирует Световое Излучение Непосредственно Уже На пленушку В современных Цифровых Флюорографах У нас Место Фотокамеры Стоит Специальная Фотоматрица Которая Воспринимает Это Изображение И переводит Его уже Непосредственно В цифровой Сигнал За счет За счет Этого На флюорографе Я имею За счет Цифрового У нас Снижается Лучевая Нагрузка Если На обычном Классическом Флюорографе Пленочном У нас Лучевая Нагрузка Составляла Где-то От 0,2 До 0,5 Миллизивертов То Соответственно При Цифровом Методе Исследования У нас С вами Лучевая Нагрузка Составляет Где-то 0,5 Миллизиверта Кто Не знает То У нас Российская Федерация В качестве Скрининговых Исследований Лучевая Нагрузка Не должна Превышать 1 Миллизиверта В год На Пациента Поэтому В качестве Скрининга Органов Грудной Клетки Еще Используется У нас Низкодозовая Компьютерная Томография Которая Благодаря Программному Обеспечению Лучевая Нагрузка На пациента Не Превышает 0,1 Миллизиверта То есть 1 Миллизиверт Соответственно Там примерно Получается Нагрузка Средняя Даже На самого Крупного Пациента Получается Где-то Примерно 0,8 Миллизиверта Соответственно При Цифровизации Пациенту Можно Выдать Заключение Помимо Бумажного Веда Еще Можно Выдать Ему В электронный Виде То есть Либо Записать Ему На Диск Либо На Любой Внешний Носитель На Флэш Носитель Также Можно Отправить По Электронной Почте Непосредственно Значит Какие у нас Показания К флюорографии Ну Опять же Я говорю Что Это у нас С вами Идет Массовые Обследования На Туберкулез То есть На Скрининг Соответственно Для Устройства На Работу Ежегодный Профосмотр Проживание С беременными Женщинами Особенно В тяжелых Пеменческих Ситуациях Соответственно Женщину Сейчас Даже В роддом Не положат Если Не будет Точнее Положат Ее все равно Положат Но При плановой Госпитализации У нас Непосредственно Уроженца Должна Быть Справочка Что Ее муж Тоже Прошел Флюорографию Соответственно Призывы На службу В армию Контакты Человека С пациентом Больных Туберкулезом И подозрение На ВИЧ Инфекцию Почему именно Подозрение На ВИЧ Инфекцию Туберкулез Такая штука Она в принципе Летает у нас В воздухе В общественном Транспорте Везде Соответственно У ВИЧ Инфицированных Пациентов Идет Снижение Иммунитета И Туберкулез Благотворно Селятся Непосредственно К данным Пациентам Поэтому Им тоже Как бы Какие у нас Противопоказания Ну в принципе Что касается Противопоказаний Это противопоказания Которые Идут Ко всем Регенологическим Методам Исследования Соответственно Это младший Детский Возраст Ну в данном Случа Что касается Флюорографии Это до 15 лет Хотя по закону У нас дети Это до 18 лет Ну Почему Именно Возраст До 15 лет Сразу Отвечу Потому что У нас Мальчики В 15 лет Приходят В первый раз В инкомат И получают Приписное Свидетельство Соответственно При Получении Приписного Свидетельства Они у нас Проходят Полноценно Медкомиссию И В рамках Этой медкомиссии Обязательно Регенологическое Метод исследования Флюорография Значит Соответственно Тяжелым пациентам Нет смысла Проводить исследования Потому что Им нужна У нас с вами Все-таки Диагностическая Процедура Но Опять же В связи с нашими Реалиями Жизни Особенно Когда у нас Произошло Укрепление Амбулаторного Звена То есть У нас Не одна Поликлиника А есть Головная Поликлиника И много-много У нее Филиалов Соответственно В головной Поликлинике У нас стоит Практически Все Диагностическое Оборудование И тяжелое И рентген И флюорография То в филиалах У нас К сожалению С вами остались В основном Только одни Флюорографы И Иногда Бывает Что пациент Прям с приема Врачу Терапевту Врачу Общей практики Кажется Что у этого пациента Пневмония Соответственно В качестве Альтернативы Да Флюорографию Можно как бы делать Либо Он ухом Услышал Бульканье У легких Соответственно Есть подозрения На гидроторакс При вертикальном положении Пациента Мы с вами Очень хорошо Видим уровни жидкости Если она Есть Поэтому Что касается Тяжелого Именно соматического Состояния Тут по-разному Нужно его Дифференцировать Иногда бывает Тяжелое соматическое состояние Но пациент Ходит на ногах Соответственно Да Пациента Можно установить За флюорографическую установку И сделать исследование Соответственно Лежачих пациентов Которые находятся Уже В тяжелом состоянии Уже пациентов Вы просто Физически Под аппарат Не поставите Соответственно То, что касается Относительных Противоказаний Беременность И период Грудного Скармливания Да Это у нас является Я бы даже сказал Абсолютным Противоказанием Но Если случилась Такая ситуация И пациентка Попала Именно в тяжелую Эту эпидемиологическую Обстановку По туберкулезу Соответственно То Соответственно Мы с вами Должны Обязательно Обезопасить Пациентку Средствами защиты Фартуки Юбочки Там Всевозможные Пелеринки Там Все что угодно Как бы Непосредственно Тогда Да Мы можем сделать Пациентке Исследование Лишь после 25 недели Беременности То есть На первых сроках На первых неделях Беременности То есть Первый триместр Беременности Ни в коем случае Нельзя Как бы Пациентку Облучать Потому что Здесь идет Кинетическая закладка Плода Поэтому Ни в коем случае Что касается Кормящих Матерей То соответственно Нужно Пациентку Предупредить Что После исследования В течение Двух Трех дней Она Не может Кормить Младенца Грудью То есть Она должна Сцеживаться Если пациентка Согласна На это данное Тогда мы Делаем Если пациентка Не согласна Пускай Разбирается С врачом Клиницистом Который Ее Направил Соответственно Давайте С вами Посмотрим По поводу Подготовки Методики Проведения Исследования В принципе На самом деле Большинство Почему-то Не знает Что существует Определенные Критерии Подготовки Именно К исследованию Органов Грудной Клетки То есть Именно Как бы Мы с вами Сейчас ориентируемся На легкие И Никогда В принципе Не Пренебрегают Вот эти В исследования Самое главное В исследовании Органов Грудной Клетки Именно На легкие Что касается И флюорографии И рентгенографии В принципе Сказать пациенту Чтобы он За два часа Не курил Особенно Сигареты Не Папироса Не трубку А именно Сигареты Что у нас Происходит Когда мы С вами Курим Сигареты Господа Курильщики Кто не курит Не надо Не начинайте Ни в коем случае У нас Никотиновый Дым Расщепляется До такой Мелкой Дисперсии Что он Оседает Очень глубоко В легких То есть В мелких Бронхах Вплоть до того Что он оседает И в альвеолах Соответственно И когда Человек Вот только Только буквально Покурил У него На рентгенологическом Изображении Может идти Усиление Вот именно Легочного Рисунка За счет того Что у нас Альвеолы Будут раздражены Соответственно Можно заподозрить Вплоть до Саркоидоза Картиночка Иногда Как бы бывает Поэтому Флюорография Особенно В амбулаторном Звене Есть даже План По флюорографии По обследованию Населения Соответственно Этот план Примерно Составляется На заведующем Отделении И Главным Врачом Поликлиники Из числа Населения Которое Прикреплено К данному Лечебному Учреждению Медицинской Организации Соответственно И Делится На количество Дней Рабочих Соответственно Делается На время Поэтому Когда Объемясь Записано Две с половиной Минуты Но это нереально Выполнить Исследование За две с половиной Минуты Да Можно выполнить Исследование Если у вас Полностью Пациент Зарегистрирован В компьютер То есть Вы его просто Быстренько Как бы находите И он у нас В кабинете Стоит уже Раздетый И готовый Но если Приходят Возрастные Пациенты Пожилые Пациенты Особенно У тех У кого Есть там Заболевания Там Артриты У них Пальцы Очень плохо Работают Особенно Зимой Когда они На себя Кучу Одежды Наденут Женщины Особенно Бабушки Те Которые Сталина Видели У них Обычное Нижнее Белье Бюстгальтера Имеют Много Много Мелких Пуговик Сделать За пять Минут Исследование Это просто Как бы Нереально Поэтому В этом Отношении Как бы Это все Цифры Как бы Условные Значит Что нам Нужно От пациента Когда он К нам Первично Приходит Соответственно Ну должно Быть На любое Рентгенологическое Исследование Должно Быть Направление Направление Может быть Как в бумажном Виде Также Направление Может быть И в электронном Виде Соответственно Амбулаторное Звено У нас Все работают Системы ЕМИАС Соответственно Врач-клиницист Может В системе ЕМИАС Создать Направление И Рентгенолаборант Будет Видеть Это направление Но Не везде У нас В стране Есть ЕМИАС Есть у нас Где у нас Нет ЕМИАС Поэтому Пациент Должен Все-таки На рентгенологическое Исследование Приходить Именно С направлением Добавок Для того Чтобы Пациента Внести базу Завести Карточку Флюорографическую На пациента Нам нужны Его паспортные Данные Соответственно Паспорт Для чего Еще нужен Иногда Бывают Пациенты Говорят Зачем Вам паспорт Паспорт Только должен Показывать Отделение Милиции Все Мы с вами Живем В реальной Ситуации Очень много У нас Работают Людей Из Дальнего Ближнего Зарубежья Не всегда Мы их С вами Можем Отличить Друг от Друга Соответственно Для них Все мы На одно лицо А для нас Все Они На одно лицо Поэтому В этом отношении Как бы Очень сложно Иногда Бывает Что Один и тот же Человек Проходит Друг за Другом Исследования То Здесь Хотя бы На фотографии Паспорта Вы можете Увидеть Пациент Тот Либо Не тот Соответственно Данные Страхового Полиса Тоже У нас Вносится В карточку И В Электронный Архив Поэтому Эти Как бы Документы Нам Нужны Соответственно Когда Мы встретили Пациента Взяли У него Документы Заполнили Карточку Внесли Данные В компьютер Выставили Параметры На флюорографе Пациент Проводится Непосредственно В зону Где Будут Проводиться Ему Уследования Раздевается Сверху До пояса Ставится К Флюорографической Установке Обязательно Плечики Вперед Прижимаются Для того Чтобы Развести Сзади Лопатки Чтобы у нас Увеличилось Легочное поле Для Исследования И проводится Исследование На задержке Дыхания Соответственно Рентгенолаборант Когда установил Пациента Он выходит В защищенную Зону Соответственно Ну чаще всего Это в пультовую Через переговорное Устройство Дает Команду Сделайте Глубокий Вдох И Не Дышать И Нажимает Кнопочку Высокого Напряжения Соответственно Лучки Из трубочки У нас Полетели Прошли Через тело Пациента Попали На приемное Устройство И мы Получили Изображение Соответственно Когда мы Провели Высокое напряжение Не забываем Давать команду Дышите Первое время Когда я работал Я забывал Такие команды Давать И Более Опытные Рентгенолаборанты Мне всегда Говорили Ты Когда Даешь Команду Сам Задерживай Дыхание Тогда Ты поймешь Пациент Дышит У тебя Или Не Дышит Поэтому Еще раз Повторяю Сделали Команду Сделали Глубокий Вдох Задержали Дыхание Выдох Соответственно Далее Исследование Попадает У нас С вами На рабочую Станцию Врача Если Это цифровой Аппарат Если Это не цифровой Аппарат Соответственно Мы проявляем Раньше У нас С вами В штате Всегда были Санитарки Которые Помогали Как раз Нам Именно С вами В фотолабораторном Процессе Непосредственно Ну Сейчас У нас Санитарок Нету И аппараты У нас Большинство Цифровые Либо Оцифрованные Стоят И мы С вами Дальше Доктор У нас С вами Будет Все это Дело Описывать Соответственно Пациент У нас Одевается Мы его Провожаем И Говорим Либо За результатом Прийти Либо Чаще всего Доктор Когда Описывает Он сразу В системе ЕМИАС К данному Пациенту Приклепляет Протокол И врач Клиницист Уже Будет Видеть Но Пациенты Те Которые Идут При Трудоустройстве На работу Для военкомата Для каких-то Консультативных Там Мероприятий Куда едут Пациенты Желательно Все-таки Распечатать Заключение И выдать Потом Пациенту На руки Заключение У нас С вами Согласно Приказу Выдается В течение Суток Чаще всего Это на Следующий День Но Если Нужна Консультация Сторонняя Ну чаще всего Это бывает У нас На карте Когда Исследование Уходит К нам непосредственно В метрадиологию Наши консультанты Смотрят То заключение Пациенту Выдается Через 72 часа Точно На третий День Значит Что касается Классического Рентгена Это Это Именно Диагностический Метод Диагностики И В принципе Метод Именно Ранней Диагностики Различных Как бы Заболеваний Что Что показывает Непосредственно Обзорный Снимок Органов Грудной Клеточки Ну Соответственно Воспалительные Инфильтраты В верхушках При туберкулезе Легких Пневмонию Затемнение Пресветление При других Всевозможных Различных Заболевания Соответственно Онкологию Периферический Центральный Рак Мы на рентгене Уже с вами Очень хорошо Бить Если на флюорографии Допустим Метастатические Поражения Мы будем Видеть Легких На четвертой Стадии То соответственно На рентгене Мы будем Видеть Уже на более Ранних Стадиях Соответственно Разрешение Изображения Качество Изображения На рентгене Намного Выше И лучше Отэлектазы Кисты Абцессы Наличие Воздуха При пневмотораксах Наличие Жидкости При гидротораксах Ну и При других Всевозможных Заболеваниях Саркоидоза И так далее Соответственно Что касается Подготовки То как таковой Подготовки Нет В этом отношении Мы можем Рекомендовать Подготовку Именно Как на Флюорографию То есть Желательно Не курить Кушать Можно И Соответственно Можно дальше К нам Прийти На исследование Что касается Хода процедуры То в данном Случа У нас Все проводится Точно так же Как на Флюорографии Соответственно По стандарту Обязательно Изображение Если пациент Может стоять Мы делаем Снимчик Только в положении Стоя Непосредственно Соответственно Мы делаем Устойки То что касается Тяжелых пациентов Стационарных Там немножко Другое Это мы дальше С вами Рассмотрим Я говорю Про нормальных Так скажем Пациентов Которые В качестве Диагностики Проходят Все это Исследование Значит Фокусное Расстояние Здесь Применяется Как при Телерентгенографии Там кто Не помнит Особенно Молодые Которые Получили Недавно Сертификаты Соответственно Что такое Телерентгенография Это Рентгенография С фокусным Расстоянием От полутора До двух Метров Соответственно При Данном Фокусном Расстоянии Мы получаем Истинные Размеры Изображения Исследуемого Объекта Чаще всего Это касается В большинстве Аналоговых Аппаратов То есть Когда мы Получаем На пленке То есть У нас На пленке Получается Если делать С фокусным Расстоянием Метров То изображение Будет у нас Увеличенное А вот Именно С фокусным Расстоянием Как при Телерентгенографии От полутора До Двух Метров Чаще всего Бывает Это Метра Восемьдесят Мы получаем Истинные Размеры На пленке Соответственно На аппарате На рентген На цифровых Синхронизация Вот этого Фокусного Расстояния До объекта И Там Программным Обеспечением Можно будет Померить Именно Истинные Размеры Соответственно Пациент Также у нас С вами Проходит Регистрацию Первичную Единственное Что Здесь Мы на него Не заполняем Флюорографическую Карточку То есть Мы вносим Данные Либо Непосредственно В рабочую станцию Если цифровой аппарат Либо Мы Вносим Данные Непосредственно В журнал Рентгенологических Исследований Журнал Рентгенологических Исследований Никто не отменял Мы его Ведем Соответственно Форма у него 050-У Этот журнал Нам нужен С вами Для того Чтобы Было учтено Наше с вами Время Которое Потом Влияет Очень на пенсию Соответственно Также Мы пациента Укрываем Непосредственно Средствами Индивидуальной Защиты И проводим Непосредственно Исследование Давайте С вами Посмотрим Классическую Укладку Непосредственно Для Рентгенографии Непосредственно Пациент У нас Становится Лицом К стоечке Соответственно Подбородочек У нас С вами Слегка Припонят И На Подставочке Специально У кого есть У кого нет Подставочки Кассету Что мы С вами Берем Большую Это Либо 35 на 35 Либо 30 на 40 Если у нас Худой Длинный Пациент Там легкие Будут Вытянутые Есть еще Кассеты Это Европейского Стандарта 35 на 43 И чаще Всего на Цифровых Аппаратах Особенно Кто работает На аппаратах Там Джейлер Электрик Брева Соответственно Там цифровая Матрица Так как Кассета Большая Идет Которая Подключена Непосредственно К проводу К аппарату Вот она Как раз Габаритами Именно 35 на 43 Устанавливаем Пациента Руки Просим Пациента На Пояс Соответственно Локти Вперед Прижаты То есть Также С вами Раздвигаем Сзади Углый Лопаток И Центрация Первичного Луча У нас С вами Будет Ити На Шестой Грудной Позвонок Непосредственно Как Определить Шестой Грудной Позвонок Это Нижний Угол Лопатки Для Ориентира Соответственно Верхний Край Кассеты У нас С вами Должен Быть Буквально На 2-3 Сантиметра Высших Мягких Тканей Над Плечья Это Не Плечо Это Над Плечо Плечо Это Вот Это Соответственно Фокус На расстоянии Я вам Сказал Снимок Делается С Решетка Почитайте Решетка У нас С вами Применяется Всегда Когда У нас С вами Толщина Исследованного Объекта Более 7 Сантиметров Соответственно Исследование Также В стандарте Проводится На Задержке Дыхания На Глубоком Вдохе Также Сделаем Команду Сделайте Глубокий Вдох И Не Дышать И Проводим Непосредственно Исследование И Следующая Команда Дышите Соответственно Боковая Проекция У нас Делается Строго Боком Вот так Слайд Перескочу Руки У нас У пациента На Головой В локтевом Хвате Соответственно Средняя Средняя Подмышечная Линия Пациента У нас Будет Проецироваться На Срединную Линию Стоечки Непосредственно Кассета У нас На том же Уровне Будет Центральный Луч У нас Перпендикулярно И направлен В центр Кассеты Непосредственно Если Пациент Не может Поднять Руки Наверх Такое Очень часто Бывает Особенно С возрастными Пациентами Либо Это Последствия Перелома Хирургической Шейки Плечевой Кости Либо Это Какие-то Воспалительные Процессы Плексит Бурсит И так далее Как бы То в этом отношении Можно Конечно Сделать Пациенту Руки За Голову Руки Замочек Сцепляет И держит Свой Затылок В этом отношении Единственное Что у нас Получается С вами Хуже Потому что У нас С вами Будет Опущен Плечевой Сустав Соответственно Он может Накладываться На верхушку На верхушку Легких Если Пациент Даже За Голову Не Может Сделать Руки То В этом Отношении Если Он идет Сопровождением Если Сопровождающий Согласен Мы Одеваем Сопровождающие Средства Защиты Фартук Гордничок Одеваем То Пациент Может Положить Руки На плечи Своему Сопровождающему Это Как бы Нестандартно Но При необходимости Если Исключить Патологию То Мы так Делаем Поэтому Помните Что Если у нас Нет Патологии На прямом Изображении Мы всегда Делаем Левый бок Если У нас Есть Патология На изображении С правой стороны Тогда Мы с вами Делаем Правый бок Иногда Бывает Требуются Дополнительные Снимки Можно Сделать И правый И левый бок Соответственно Что делать Когда у нас Пациенты Лежачие Особенно В условиях Стационара Особенно В условиях Реанимации Соответственно Да Можно Сделать Снимок Лежа Это То Что касается Воспалительных Заболеваний Но Если У нас С вами На предмет Наличия Жидкости То Исследование Делается Лежа На Боку Соответственно Желательно Класть Пациента На тот Бок Где Есть У него Жижа То есть Где Идет Патология Тогда Мы с вами Четко Уровень Будем Видеть Соответственно Это Латера Позиция То есть Пациент Лежит На боку Кассета У него Со стороны Спины Во фронтальной Плоскости Центральный Луч Будет Идти Перпендикулярно На середину Тела Грудины В центр Кассет Непосредственно То что Касается Боковой Проекции Именно Лежачих Пациентов Раньше Были Специальные Каталки Сейчас К сожалению Этих Каталок Нету Специальных В условиях Реанимации Некоторые Кровати Сним Жены Всевозможными Подставками Для рентгеновских Кассет Но К сожалению У нас В условиях Стационара Особенно В условиях Приемного Покоя Самое Простое Одна рука У нас Будет Поднята Вверх Другая Сторона С которой Будет У нас Лежать Кассета Будет Опущена Вниз И пациент Как бы Своей рукой Будет Фиксировать Эту Кассету Соответственно Центральный Луч У нас Будет С вами Идти перпендикулярно В центр Кассеты Но Такое Исследование Можно сделать Только на Передвижном Аппарате Потому что Там Трубку Можно Подкатить С любой Стороны И Выгнать Трубку Любым Способом На Стационарном Аппарате Который На два Рабочих Места Пациента Можно На каталке Подвести Вот так К стоечке И Выполнить Данное Исследование Так называем Щадящем Режиме Непосредственно То Что касается Рентгенографии У нас С вами Все Дальше У нас С вами Рентгенологический Метод Исследования Это Рентгеноскопия Раньше Метод Был Очень Популярный Сейчас К сожалению Менее Популярный Врачи Рентгенологи У нас Не Смотрят Скопию Легкие Ископию У нас Осталось В основном Только Иригоскопию И рентгеноскопию Желудком К сожалению В стационарах Раньше В качестве Именно Такого Быстрого потока Осмотра Скрининга С утра 20-30 Пациентов Спускались Именно На Скопию И задача Рентгенолаборанта Ставить пациента Под скопическую Установку И доктор В реальном Времени Мог Посмотреть Именно Органы Грудной Клетки И Легкие Потому что Иногда Бывает Что нужно Посмотреть Какие-то Функциональные Методы Определить Подвижность Диафрагмы Это очень хорошо Можно было сделать При скопических Методах Исследования Когда мы С вами В реальном Времени Можем Увидеть Изображение Органов И функцию Этих органов Далее В принципе Которые в качестве Методов До обследования У нас с вами Идет Линейная Томография Раньше Очень популярный Был метод Диагностики Соответственно Если на Рентгенограмме Либо на Флюорографии Что-то Была Какая-то Патологическая Тень То Назначалась Линейная Томография К сожалению Сейчас Линейная Томография Практически Можно сказать Себя Изжила Потому что У нас с вами Есть Компьютерная Томография Разница Между Линейной Томографией И компьютерной Томографией Очень большая Соответственно В линейной Томографии Мы с вами Получали Один Единичный Срез В Продольной Плоскости Соответственно Так называемой Коронарной Плоскости Вообще В рентгене Существуют Три Плоскости Которые Мы с вами Должны Как бы Знать Это у нас С вами Коронарная Плоскость Которая Делит На передние И задние Отделы Человека Есть С вами Сагитальная Плоскость Которая Делит Человека На левое Правое Отделы В классическом Рентгене Как боковая Проекция Есть Аксиальная Проекция Когда мы Дели Человека На верхнее И нижнее Отделы В КТ Как раз В основном Все получается В аксиальной Плоскости Потом Дальше Идет Преобразование В линейной Томографии Мы как раз Получаем С вами В коронарной Проекции Тот Либо иной Срез Который Мы с вами Задаем Как задать Вот этот Срез Как его Получить Соответственно Здесь мы Меняем Угол Качения Рентгеновского Излучателя Соответственно Вот здесь С вами У нас Представлена Как раз Линейная Томография Изображение Рентгенологическое Соответственно Вот здесь Еще хорошо Попали в Срез И видна Патология Вот именно Со стороны Верхушки Легких Непосредственно Принцип Работы Схема Линейная Томограф У нас С вами Излучатель Движется На встречу Изображение Соответственно Когда мы С вами Меняем Вот этот Угол Качения У нас Выделяется Либо тот Либо иной Срез Непосредственно Следующий У нас С вами В качестве Диагностики Как первичный Ну сейчас Больше всего Катает Как первичный То есть В связи С пандемией Но В основном Как бы Компьютерная Томография Это все-таки В качестве Дообследования Пациента С той Либо иной Патологией Это Непосредственно Компьютерная Томография То есть Современный Метод Диагностики Который Позволяет Оценить Состояние Указанных Органов Выявить Заболевания Дыхательной Системы Процедура Благодаря Минимальному Органу Облучения Опять же Хочу сказать По поводу Низкодозового Коты Может быть Назначена Для оценки В качестве Именно Скринга Состояния Органов Появления Заболеваний Легких Даже Новорожденным Соответственно Для детей Есть специальные Протоколы Которые Действительно Снижены Дозы И так далее В Москве Сейчас Большая Программа Низкодозового КТ Именно По скринингу Рака Легкого Очень Хорошие Результаты Она Уже Длится Не первый Год Выявляемость Повысилась Люди На ранних Стадиях Получают Лечение И так далее Значит При проведении КТ У нас Изучаются Слои Легких Получается Информация Обо всех Патологических Процессах На КТ Очень Хорошо Видно Легочную Стадию Соответственно Все Если Даже Еще Нет Никакой Симптоматики У пациента То есть Именно На ранних Стадиях На КТ Патологию Уже У нас Мы с вами Видим Как говорится Нет здоровых Пациентов Есть просто Недообследованные Соответственно Как же Работает КТ Соответственно Значит КТ Как и в рентгеновском Аппарате У нас с вами Существует Излучатель Непосредственно Рентгеновская Трубка Есть Дека Стола Непосредственно Значит Излучатель У нас Крутится Постоянно Вокруг тела Пациента И стол Движется У нас Непосредственно Тоже постоянно Поэтому Пациента Слоями Нарезают В форме Спиральки Поэтому Методика Сейчас И называется Спиральная Компьютерная Томография Есть еще Мультиспиральная Компьютерная Томография Но это В принципе Как бы Тематика Одинного Наш с вами Вебинара Неестно В качестве В чем разница В спиральной Компьютерной Томографии У нас Один излучатель В компьютерной Мультиспиральной Компьютерной Томографии У нас Два Излучателя Поэтому Получается Не одна Спиралька А благодаря Тому Что много Рядов Детекторов У нас Получается Много Спиралек Поэтому Называется Мультиспиральная Что касается Методики Проведения Исследования На КТ Здесь Самое Главное Позиционирование Пациента Значит На Компьютерном Томографе Вот это Кольцо Называется Гентри Есть Определенные Лазероуказатели Которые Нам будут Показывать Уровни То есть Середину Непосредственно И Начало Зоны Сканирования Значит Соответственно Нам зону Сканирования С вами Нужно поймать Именно Органы Грудной Клетки Соответственно Мы с вами Центрируемся Чаще всего Это бывает На край Подбородка Именно То есть На уровне Где-то Перстеридного Хряща И Боковому Лучику Лазероуказатели У нас С вами Будет Идти По Срединной Подмышечной Линии Значит Вот этот Лучик Который Здесь У нас С вами Показан Это Непосредственно Откуда Будет Идти Сканирование На Некоторых Аппаратах Два Поперечных Луча Вот Как В данном Случа У нас На аппаратах Которые Сейчас В большинстве У нас Установлены Там два Лазероуказателя Первый И второй Вот это Откуда Идет Сканирование Где Непосредственно Будет Проходить Лучик Рентгеновских Лучей Где идет Срез Но мы Центрируемся Обычно По первому Лучу Далее На аппарате Есть Специальная Кнопочка Которая Называется Налить Закатить И Обнулить Соответственно У нас Пациент С данного Лазероуказателя Автоматически Перейдет На нулевую Точку Где непосредственно Будет Эти сканирование Также Когда мы С вами Делаем Предварительное Сканирование Мы С вами Получаем Топограмму То есть Это Рентгеновское Изображение В плохом Разрешении По которому Мы С вами Будем Непосредственно Размечать Нашу Зону Интереса Для Сканирования То есть У нас С вами Должно Попасть То есть Мы Должны С вами От Верхних Краев Ключицы С захватом Мягких Каней Непосредственно Желательно Еще захватывать Все-таки Щитовидку До С захватом Нижних Синусов Обычно Топограммы Делают Две Прямая Боковая Проекция По которой Мы С вами Очень Хорошо Будем Ориентироваться И Далее Мы С вами Выбираем Протокол По Стандартному Исследованию То есть От верхних Краев Ключицы Через Оба Ребра Нагиафрагмальных Угла То есть Синус Обязательно Захватываем Сканирование У нас Чаще всего Идет Краниально Каудально То есть От Головы К ногам Непосредственно Протокол Стандартный Единственное Что в зависимости От производителя Аппаратов У нас Протоколы Бывают По разному Называются Либо Торакс Либо Чест В зависимости От того Какой Производитель Значит Иногда Бывают Исследования Для того Чтобы нам С вами Посмотреть Либо Онкологический Процесс Либо Сосудистую Патологию Со стороны Легких У нас Применяется Контрастное Усиление Соответственно Сейчас мы С вами Посмотрим На исследование Тромбоэмболии Непосредственно Что здесь У нас С вами Поменялось Положение Пациента У нас С вами Не поменялось Но Пациенту Перед исследованием Соответственно Поставили Кубитальный Катетер Вену Желательно G18 Либо G20 Лучше всего G18 Это Непосредственно Зеленый Конюлей Рентген Лаборант Собрал Специальный Болюс Инъектор Через Катут При помощи Катут Будет Вводиться Контраст И пациенты Непосредственно Подключают Болюс Инъектор Уважаемые Слушатели Это Вам Для ознакомления Сейчас Что касается Контрастирования На КТ Это отдельная Тема лекции Поэтому в принципе Вопросов Можете в конце Нашего С вами Занятия Задать Вопросы Но в принципе Как бы Это не совсем По нашей теме Это для ознакомления Кто не знает Соответственно Зона интереса У нас с вами Будет Точно такая же Как При КТ В стандартном Исследовании Легких Но Соответственно У нас с вами Появляется Дополнительно Локатор То есть Место Единичный Срез Где мы С вами Будем Непосредственно Ловить Болюс То есть Ловить Контраст Чаще всего Он устанавливается На уровне Бифуркации Трохеи Вот здесь Мы с вами Очень хорошо Видим Бифуркацию Трохе Чтобы поймать Именно Легочный Ствол Дальше Когда мы С вами Локатор Получили Мы ставим Трекер Называется Вот такой Кружочек Это своего Рода Калькулятор То есть Он будет Сканироваться И калькулятор Этот будет Считывать Плотность В данном Месте Соответственно Контраст У нас Очень плотный Когда он Будет В этом месте До заданных Параметров Которые мы Сами задаем Аппарату Как только Он считает Эту плотность Трекер У нас Начнется Сканирование Непосредственно Всех легких И мы С вами Увидим Патологию Непосредственно Легочной артерии Вот здесь В данном Случае На изображении Очень хорошо И видно Тромб Наездник Правой Легочной Артерии Непосредственно Далее Такое Следование Как Бронхография Непосредственно К сожалению Бронхография У нас В Москве Уже практически Не делается Нигде Если только В специализированных Каких-то Пульмологических Отделениях В принципе Бронхия Очень хорошо Видна При компьютерной Томографии Вдобавок Визуально Бронхи Можно посмотреть При помощи Бронхоскопа Тоже такая Методика Есть Поэтому Эта методика На периферии Она у нас Существует Ее делают Я знаю Но к сожалению В крупных Городах Она уже У нас С вами Морально Устарела И Отживает Своё Соответственно Суть метода В чем заключается Именно суть метода Здесь нам надо С вами Именно Прокрасить Бронхи Непосредственно То есть Главный бронх Долевые бронхи Как выполняется Это Соответственно Либо при помощи Бронхоскопа Вот здесь мы с вами Видим Либо при помощи Назального зонда Под контролем Рентгена Пациенту Заводили Соответственно В тот Главный бронх Который Необходимо И вводили На глубоком Вдохе Йодосодержащий Водорастворимый Контрастный Препарат Непосредственно Соответственно Эта процедура Делалась Под местной Анестезией Были случаи Когда делалась Под общей Анестезией Но Чаще всего Это делается Под местной Анестезией Соответственно Делалось Это либо На Рентгеновском Аппарате Который Именно Приспособлен Под скопические Исследования То есть Аппарат На три Рабочих Места Либо Делается Под аппаратами С дуги Непосредственно Как здесь На изображении Мы с вами Видим И За один раз Делается Только с одной Стороны Никогда Не делается Одновременно С двух Сторон То есть Интервал Между исследованием С одной стороны Должен быть Не менее Двух Трех дней Почему Одно Засложнение Данной Процедуры Может быть Бронхоспазм Соответственно Если у вас Произошел Бронхоспазм С двух Сторон Пациента Раздышать Очень тяжело То есть Пациента Нужно будет Сажать На ИВЛ Непосредственно Следующая Методика Дополнительных Исследований Это Ангиопульмонография Соответственно Это Ангиографическое Исследование Рентгенологическое Соответственно С применением Лодорастворимых Иодосодержащих Контрастных Препаратах Делается В условиях Ангиографической Операционной Соответственно В зависимости От того Какое-то Исследование У нас С вами Идет Вначале Это бывает В качестве Диагностики Потом Непосредственно Это может Перейти Непосредственно В такую Малоинвазивную Операцию Чаще всего Ангиопульмонографию Делают Именно На Патологию Сосудов Именно Легких При Тромбоэмболии Если мы На КТ Выявили Пациент Переводится Сосудистое Деление Гембангиографической Соответственно Операционной Определенным Доступом Чаще всего Это у нас С вами Бывает Через Подключичную Подключичную Артерию Непосредственно Проводится Специальный Катетер Через Сердце Непосредственно В легочный Ствол И дальше Либо делается При помощи Этого Катетера Вводятся Специальные Инструменты Либо Зонды Либо Делается Местная Тромбоэкстракция То есть Часть тромба Если позволяет Его удалить Либо Местно Вводятся Препараты Которые Могут Растворить Этот тромб Так называемый Местный Тромболизис То есть Такие Процедуры Как бы Есть Чаще всего Рентгенлаборанты Не присутствуют На данных Мероприятиях Обычно Операционные Сестры В ангиографических Операционных Они совмещают И функцию Рентгенлаборантов Имеют Дополнительные Сертификаты Но Я знаю Что некоторые Ангиографические Операционные В своем Штате Имеют Классическую Рентгенлаборанта В этом Случае Роли Рентгенлаборанта Это Следить За параметрами Аппарата Непосредственно При необходимости Делать Захват Изображения Если это Цифровой Если это Аналоговый Ангиограф То там Есть Кассета Держатель Соответственно Там Вставляется Кассета И делается Снимочек Чаще всего Это бывают Классические То есть Цифровые Именно С видеозахватом И соответственно Обрабатывать Изображение То есть Если есть Необходимость Там Памяти Записать Это Изображение Для того Чтобы Либо на Консультацию Отправить Либо Отдать Пациенту На руки Я знаю Что При Коронарографии Сейчас Очень многие Кто занимается Коронарографией Они именно Как бы Так и работает Но Опять же Говорю Не везде Есть Геолаборанты В данных Отделениях Иногда Говорю Операционные Сестры Они совмещают Работу Геолаборанты Еще один Из Умерших Так скажем Методов Диагностики Это Диагностический Пневмоторус То есть Пневмоторус Это у нас С вами Спадение Легкого То есть Именно Воздух Плевральной Полости Соответственно Диагностический Пневмоторус Делается Искусственно То есть Делается Прокол Чтобы У нас Легко С вами Спалось Колобировалось Для чего Это делалось Соответственно Когда у нас С вами Периферическое Образование Которое Будет Особенно Близко Прилежать К Легам Соответственно Доктору Нужно Было Определиться Образование Это идет Со стороны Легкого Либо Со стороны Плевра Либо Со стороны Костной Структуры Какой-то Соответственно Когда мы Делали Прямой Снимочек Без Мемоторакса Видели Это образование Дальше Делался Прокол Легко Спадалось Делался Снимочек Мы Видели Если Образование Ушло Значит Оно Легко Если Образование Осталось На месте Значит Это Не Связано Именно С Легким Процедуру Проводили Довольно Очень Часто Обычные Терапевты Под место Анестезии Делали Прокол Потом После Исследования Легко Соответственно Расправляли Соответственно Все это Проводилось В условиях Процедурного Кабинета Либо Малой Перевязочной Либо Мало Операционной Потому что Соблюдалась Обязательно Асептика Непосредственно Потом Это Все дело Легко Расправлялось И пациент Жел дальше К сожалению Сейчас Эта методика Она не Используется Потому что У нас с вами Есть другие Более информативные Методы Диагностики Но Эта методика Существует Ее Знать надо Сейчас Мне многие Спросят Зачем А вдруг Завтра Война В поле Мы с вами Должны При помощи Рентгеновского Аппарата Сделать Любую Диагностическую Процедуру Которую От нас с вами Прострибуют Клинические Данные И еще Один из Таких Методов Рентгенологических Функциональных Так скажем Рентгенопневмополиграфия Это Рентгенопневмополиграфия Вот здесь Мы с вами Видим на изображении Значит Вообще Функциональные методы Дыхания Они у нас Направлены на то Чтобы Изучить Подвижности Куполов Диафрагмы Рассчитать Объем Легких И так далее Как бы Вот Если мы с вами Можем Сделать На рентгене Обычно Вдох Выдох И посмотреть На предмет Пневмоторакса Либо подвижности Купола Диафрагмы То Именно Как бы Определить Объем Легких Объем Сейчас у нас С вами Есть спирометрия Мы с вами Дуем И у нас Сразу циферки Объема легких Сколько мы с вами Выдали Мы так считаем Как бы Раньше спирометрии Когда не было Была рентгенопневмополиграфия То есть была специальная такая решеточка Как шахматная доска И Обычная рентгеновская кассета Ставилась за решеткой И На одной И той же Кассете Соответственно С уменьшением режимов Делались исследования На вдохе И на выдохе Соответственно При этом На вдохе У нас Шахматная доска Была в одном положении Дальше решеточка сдвигалась У нас соответственно Открывались другие Окошечки То есть белые Это свинцовые пластинки Они сдвигались И у нас открывались другие И делалось исследование На выдохе И дальше доктор Прорисовывал Легкие на вдохе На выдохе И считал Количество Квадратиков Вот этих И соответственно У него был шаблон Столько-то квадратиков Такой-то объем легких Соответственно Уважаемые коллеги У меня На этом В принципе Как бы Все по данной тематике Значит Соответственно Вы можете задать Свои вопросы Во вкладке Вопросы Так Вот у нас с вами Повелся первый вопрос Константин Юшкевич А какой смысл КТ Контроль пневмонии Я имею ввиду При обычном стандарте Течение положительной Клинической картины Константин Хороший вопрос Очень интересный Да Рентген в этом отношении Экономически Все-таки Будет обоснован Но Если мы первично С вами делали Диагностику На КТ То обычному врачу Рентгенологу Сравнить динамику По классическому рентгену Будет довольно-таки Проблематично Поэтому Если мы делали Первично Как бы КТ Если у нас есть Информация КТ То оценить Именно Полноценную Динамику Все-таки Лучше Также По КТ Почему Именно Ирина Почему Именно Боковой проекции Делают Левый бок Многоуважаемая Ирина Вспомните Анатомию У нас Сердце с вами Расположено Большей частью В левой стороне Поэтому За Тенью Сердца Мы с вами Ничего Не видим Поэтому В норме Делается Левый бок Чтобы оценить Состояние За Сердцем Константин Еще раз Можно вопрос По поводу По топограмме Что именно Так Виктория Будут ли лекции Про укладки И специсследования При различных Патологиях Да Определенные Лекции По различным Патологиям И Какую методику Применять У нас будут Константин По топограмме Оценить динамику Нельзя Топограмма Это Рентгенологическое Исследование С низким Разрешением Топограмма Делается Для того Чтобы нам С вами Именно Сделать Ту зону Исследования Которая Нас С вами Интересует Своего рода Если сравнивать КТ С рентгеном То по топограмме Мы с вами Диафрагмируемся Светлана Дегтярева А детям В приоритете Делают Правый бок Светлана А зачем Детям Делать Рентгенограмму Рентгенограмма Является У нас Противопоказанием Именно Младший Детский Возраст Если Патология Именно Патология То мы делаем Тот бок Который Необходим Так Елена Добрый день Детям С какого возраста Рекомендован Рентгенограмм Легких Передней Задней Проекции С 15 Точно так же Как для Флюорографии Еще Вопрос Коллеги Как делать Исследование Для исключения Свящак Какого свяща Если у нас Есть свящ То делается Фистулография В зависимости От того Какая у нас С вами Зона Исследования Мы сегодня С вами Разговаривали Про Легкие Е При Абцессах Всевозможных Если Операционные Там После операционных Какие-то Изменения У нас Легатура Какие-то Так Скажем Начинает Вылезать Появляется Свящ Делается Фистулография Ирина Спасибо Константин Самый активный У нас Слушатель Огромное Спасибо Ждем Ваших Лекций По КТ Следите За новостями В эфире Насколько Важно Просить Делать Глубокий Вдох При КТ Легких Значит При КТ Легких Ну в принципе Как при Любом Легологическом Исследовании Если у нас С вами Стоит Клиническое Задание Именно Оценка Состояния Легких То Глубокий Вдох Делать Надо Обязательно Потому что У нас Полностью Расправляются Все Костно-диафрагмальные Синусы Непосредственно Если Мы Оцениваем Плевру То Здесь Как бы Глубокий Вдох Необходим Опять же При Исследовании Компьютерной Томографии На предмет Тела Здесь Наоборот Нам Не нужен Глубокий Вдох Потому что Когда Пациент Делает Глубокий Вдох У нас Внутри Легких Происходит Разрежение И Чисто Физически У нас Контраст Будет Забрасываться Помимо Легочной Артерии Он Будет Забрасываться Что касается Именно Исследования КТ Как бы Это у нас Будет Отдельная Тематика Именно По КТ Поэтому Слушайте Еще Уважаемые Коллеги Если у вас Есть Какие-то Вопросы Так скажем Которые Мы с вами Не можем Оценить Непосредственно Сейчас У кого-то Останутся Вопросы Сейчас я вам Первую страничку Своей презентации Открою Там есть Мой Электронный Адрес Можете Совершенно Спокойно Мне Написать Я По Возможности Отвечу Еще Вопросов Много Уважаемые Коллеги Так Уважаемые Коллеги У меня Еще К вам Такая Небольшая Просьба В конце Лекции Уделите Пожалуйста Пару Минут И Оставьте Свой Отзыв О данном Вебинаре Нам Во-первых Необходимо Нужно Знать Ваше Мнение Если Что-то Кому-то Что-то Как бы Не нравится Мы можем Добавить Если Кого-то Интересуют Какие-то Дополнительные Тематики Чтобы Мы Знали Ваши Интересы Что вы Хотите От нас Дополнительно Услышать Ссылка На Анкету Она Уже У В Чате Соответственно Можете Пройти Ответить Коллеги У кого Еще Есть Вопросы Задавайте У нас С вами Еще Есть Буквально 8 Минут Так Уважаемые Коллеги Если У вас Больше Ко мне Нет Вопросов Следите За нашими Вебинарами Подключайтесь Буду Рад Видеть Слышать Очень Много Фамилий Уже Знакомых Постоянных Слушателей Наших Удовольств Удачи Успехов И до Встречи В эфире Удачи 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 Удачи